Сегодня на библейском портале «Экзагет» мы читаем очередное воскресное Евангелие. Это Евангелие, притча о неразумном богаче. Евангелие от Луки, зачало 66-е. И мы находим здесь следующие слова. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Итак, мы видим человека, который, как ему могло показаться, обеспечил свою жизнь на многие и многие годы безбедного существования. И в наше время есть много людей, которые очень большое значение придают богатству тем материальным благам, которые оказываются в их руках, не всегда понимая, что богатство в каждом случае означает некое поручение от Бога. И человек в этой жизни ничего не должен почитать и называть своим. Но этот неразумный богач, он, построив житницу, построив большие склады для запаса того, что он собрал, то, что стало его, как ему казалось, он облегченно как бы вздохнул, теперь как бы и не надо ни о чем заботиться. Давайте посмотрим, что пишет первоверховный апостол Павел в первом послании к Тимофею, 6 глава, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». То есть человек даже при огромном богатстве, он должен прежде всего уповать на Бога, который все содержит в своей власти, ибо все подчинено его воле. И далее апостол Павел дает наставление богатым, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Действительно, если человек воспринимает богатство как некое поручение от Бога, он старается жить соответствующим образом и начинает богатеть добрыми делами, то есть милостынью. И апостол Павел продолжает, «Собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Как и Христос говорит, что нам надо собирать сокровища именно на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, и где моль и ржа не разъедает. Давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст о богатстве. «Подлинно, как уже часто говорил я, и не перестану говорить, нет ничего столь ненадежного, как богатство. Это беглец неблагодарный, раб неверный. Наложи на него тысячу цепей, он уйдет и с цепями». Владельцы часто запирали его замками, затворяли дверями и приставляли к нему стражу из рабов. Но оно, обольстив самих рабов, убегало вместе со своими стражами, увлекая их собою, как цепь. И таким образом сама стража ни к чему не служила. Что же может быть ненадежнее богатства? И действительно, то, что человек собирает, может быть, с невероятными усилиями и многими трудами, обеспечивая для себя благо на многие годы, могут расхитить в очень короткое время совсем другие люди, о которых он не думал в этот момент. И вот этот неразумный богач, он решил, что теперь он может быть спокоен. Он собеседует со своей душою. «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Но знает ли он, есть у него эти годы или нет. И далее мы читаем 20 стих. «Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Давайте посмотрим, что пишет Иаков, брат Господень. Это 4 глава, 14 стих. Он пишет. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающей». А этот человек думает, что у него есть на многие годы, но он не знает, есть ли у него завтрашний день. Ибо жизнь каждого из нас – это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И апостол Иаков также дает нам наставление. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». И ниже, вместо того, чтобы вам говорить, «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». «Вы по своей надменности тщеславитесь». Всякое такое тщеславие есть зло. И великое тщеславие проявляет богач, когда говорит сам своей душе, «Если, что на многие годы лежит много добра, покойся, ешь, пей и веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил». Жизнь каждого человека – это действительно пар, который является на малое время, потом исчезает. Блаженный Августин пишет, «Стало быть, то, что на время этому человеку вернули телесное здоровье, означает, что этому пару дали некоторую отсрочку». Итак, не следует считать это чем-то значительным, «Человеческое здоровье ничтожно». Как пар сегодня есть, завтра нету. Древнехристианский экзегет Икумений пишет, «Иаков показывает суетность и ничтожность нашей жизни и пристыжает нас, чтобы ради этого мы проводили все время нашей жизни, и весь наш труд оканчивается повседневными бедами и исчезновением из бытия. Стоит ли ради этих богатств проводить все свое время?» Действительно, как сказано в Слове Божьем, что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп он даст за душу свою. Я читал в одной книге, что когда умирала жена одного очень богатого миллиардера в Соединенных Штатах Америки, она попросила, чтобы принесли ее самое любимое платье. И когда принесли это платье, женщина вцепилась руками в эту ткань и после смерти отрезали этот маленький лоскуточек, чтобы он оставался в ее руках. Сколько бы человек не имел бы в этой жизни, что он может унести собою в могилу два метра земли? И смотрите, как Господь говорит «В сию ночь душу твою возьму у тебя». Вот здесь немножко непонятно. Посмотрим, как этот текст звучит на церковно-славянском языке. «Рече же ему Бог безумни «В сию ночь душу твою истяжут от тебе». Что значит «истяжут»? То есть ее как бы будут выдирать по-живому. Это все равно, что из тела выдирать скелет. Если душа так привязана к всему материальному, то процесс выхода души из тела становится более чем болезненным. Она именно иждинается, как бы выдирается из этого тела. И это не может не травмировать ее. И, оканчивая эту притчу, Христос говорит «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Итак, друзья, будем стараться богатеть в Боге. Богатеть в Боге – это значит богатеть добрыми делами. И если у нас есть какой-то достаток, я уж не говорю о богатстве, даже достаток незначительный, который мы имеем, мы должны воспринимать все это как поручение от Бога. А если кто-то имеет более чем достаток, то есть сверх того, что необходимо для одного человека, то такой тем более должен понимать, что это поручение от Господа и богатеть добрыми делами. Ибо все, что мы даем другим людям, рано или поздно вернется к нам на небесах особыми Божьими благословениями. Ибо, как мы знаем, суд без милости не оказавшему милость, а милостивый может рассчитывать на милосердие. Ибо суд и милость встретились и облабызались. Итак, сегодняшнее евангельское чтение обращается к нашей совести и подсказывает нам, как правильно нам распоряжаться с тем, что мы имеем. И что прежде всего, всегда и во всем, мы должны возлагать наше упование и надежду на Бога. Продолжение следует...